Киа Рио приехала с жалобой на то, что загорается периодически масло, давление в движении, но из-за расспросов выяснилось, что масло не меняли 20 тысяч километров. Сейчас пробег на машине. Спасибо, 148 тысяч. Давайте откроем капот и посмотрим, что там у нее с маслом. Так, мотор G4FA, можно блеснуть знаниями, ибо вот тут написано все для особо одаренных. Давайте-ка посмотрим с вами, что у нас тут. Есть вон там что-то страшное виднеется. Ездит за рулем девушка, поэтому салончик очень чистенький и аккуратненький. Не курит, похоже. Запах приятный в салоне. Сейчас давайте заведем и послушаем. Так, лампа полей цветы погасла. Пойдемте посмотрим, что с капотом происходит. Работает, но пока еще не застучал. Ну ладно, дождемся снятия разборки и дефектовки. Чехлы на сиденьях тоже чистенькие, аккуратненькие. Все, в общем, ухоженная машинка. Единственное, что да, забывают масло менять периодически. Руль чуть-чуть потертый, ну 150 тысяч, да, что вы хотите. Ладно, дождемся разборки и дефектовки. Там будет виден вердикт. Сняли двигатель, а я хочу вам напомнить, что владелец этого автомобиля дама, и она обратилась к нам с тем, что на двигателе периодически загорается лампочка давления масла. И честно призналась, что упустила замену масла и не меняла его порядка 20 тысяч. Так давайте заглянем под клапанную крышку. Константин нам любезно ее открутил, а мы сейчас поднимем и посмотрим, что же нас ждет впереди. Итак, открываем. И видим вот такой вот солидол. Еще раз категорически вас всех призываем, товарищи дорогие, меняйте масло чаще. Вот куда приводят сэкономленные деньги на замене масла. Сервис и капитальный ремонт двигателя. Что будет дальше, мы вам покажем после того, как разберем. Ну реально солидол. Даже не солидол, а какие-то эти самые. Карбон. Точно. Ужас. А что внутри? Сейчас покажем. Соответственно да и прокладка выгорела. Хотя внешне двигатель представляет собой достаточно неплохое состояние у него, подтеков внешних. Это все при разборке протекло. А так никаких течень не обнаружено. Все ролики, подшипники на навесном оборудовании живы. Единственное, помпа имеет люфт. Требуется замена. А в остальном, если бы не упустили замену масла, ездить бы ему и ездить. Внешне да, претензий больших нету. Ну все хорошо и все ровно. Если бы не вот этот вот ужас, который там находится. Ну как и следовало ожидать, да, сняли переднюю крышку. И естественно, здесь то же самое, что и под клапанной крышкой. Даже барбос возмущается. А это естественно внутренняя часть передней крышки двигателя. В принципе, можно наладить выпуск смазки. Консистентный. Таким образом. И продавать за недорого. Ну она, масло там хоть какое-то жидкое было, конечно, остатки фракции этого масла. И моющие присадки хоть какие-то там, видимо, остались. А поскольку эта цепь вращается, и звенья работают, вот здесь вот тоже, в зубьях, они, естественно, не обросли нагаром. Обросло нагаром как раз то, что не движется, да, если можете обратить внимание. Вот эти все крышки распредвалов. А сами кулачки и распредвал, который вращается, он более-менее чистый. Ну относительно всего остального, конечно же. На шестеренках тоже нагара не очень много. Ну по сравнению вот с этим вот нагаром и здесь. Поэтому здесь масло слетало и не так сильно угорало. В отличие от того, как оно здесь. Ну и, разумеется, масляный насос под замену. Потому что то, что внутри него ворочалось и болталось, что он там перемалывал все вот эти вот остатки коросты, которые там отваливались и попадали через маслоприемник в насос. Конечно, все это нужно заменить на новое. Ну и поддон куда же без этого. Там все то же самое, что и сверху. Такие же отложения можно прямо на хлеб намазывать. Разобрали блок, разложили запчасти. Давайте посмотрим, к чему привело вот такое сильное закоксовывание. Итак, поехали. На блоке у нас имеются задиры небольшие и на поршнях также они имеются. Сейчас покажем поршни. Вот они. Четвертый цилиндр началось. Третий. Ну тоже есть. Тут тоже видны царапины. Кольца у нас маслосъемные залегли. Не работают. На первом цилиндре тоже. Поршни под замену. На втором шатуне на вкладыше задиры. Соответственно, на коленчатом валу ответная часть точно такая же задира. И естественно, на коренных вкладышах. Вот четвертый коренной. Имеет вот такой вот непотребный вид задранный. Это вот ответная часть верхняя. И на блоке. Ой, не на блоке. На коленчатом валу. То же самое. В масляном поддоне у нас. Не в поддоне, в картере. На маслоприемнике тоже есть отложение. Это естественно, куда им отсюда деваться. Все это попадает. И сейчас покажем распредвалы. Вот они. Они тоже пострадали. Особенно вот задние шейки у распредвала. И здесь то же самое. Но чтобы не попутать ничего. Вот давайте достанем. Посмотрим. Видите. Какой ужас. А сейчас, естественно, у владелицы будет составлена калькуляция. Предложим варианты ремонта. И дальше уже определиться, что делать дальше. Ну и мы вам поведаем в дальнейшем, что мы будем делать. Помыли первый раз головку блока. Что удалось отмыть, то отмыли. Но не все. Как видите, гуталин там еще присутствует. Поэтому будем мыть еще раз. Перед тем, как ее окончательно разобрать и продефектовать. Но здесь то еще более-менее чисто. Самый шоколад вот здесь у нас находится. Так что все еще отмоем. Но это тоже картер. Будем тоже мыть. Потому что оставлять вот этот гуталин никак нельзя. Из-за того, что он может в новом модели вот так вот все оставить, то при сборке, после ремонта, вот это вот куски будут отваливаться, попадать в маслоприемник и опять приводить к задиру и поломке. Так что все это нужно вымывать тщательнейшим образом. Все собрали, все установили, залили тасол и масло. Сейчас садимся и пытаемся прокрутить стартеры, прогнать масло по системе, чтобы все гидрокомпенсаторы какие там есть, каких только нету, наполнились маслом и заработали. А почему не работает? Все работает. Кружим. Так лампа полей цветы пока еще горит. Заводим. Все. Погасло. Сейчас оденем форсунки и надо звук тогда записать из-под капота, как она будет заводиться и работать. Волнительный момент. Заводим. Все. Но она у нас и до этого, когда приехала, она не стучала. Периодически загоралось в давлении масла из-за того, что там был солидол внутри. А так вроде бы все ничего. Ну а нам остается надеяться на то, что владелица этого автомобиля больше не будет забывать менять вовремя масло, чтобы не попадать на столь неприятные моменты, как ремонт двигателя из-за свернувшегося масла. Пожелаем ей счастливого пути. А вы не забывайте подписываться на наш канал, писать комментарии и ставить лайки. До новых встреч в эфире.